Итоги уходящего понедельника В стране нет, они не только пожар будут тушить Чем вооружат спасатели Держать марку Завод РТ отмечает 70-летний юбилей Беларусь резинотехника Может работать качественно Может работать прибыльно Какой портфель заказа Бесстрашный бой Бобруйск принял республиканский турнир По вольной игре каримской борьбе Это считается борцовский город У нас помимо этих соревнований У нас проходят и другие чемпионаты Куда завоевали путевку победителей А также Предстоящий референдум Длинные очереди И мягкая зима Синоптики на неделе прогнозируют Аномально теплую погоду для февраля Что покажет столбик термометра Не только тушить пожары Президент принял с докладом Министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского На повестке дня Вопросы, которые касаются Совершенствования структуры системы МЧС В частности, в Беларуси планируют Вооружить часть спасателей Так они не смогут быть задействованы В военных целях наравне с армией Но если произойдет какой-то конфликт Не дай бог война У нас что В МЧС крепкие, надежные Сотрудники будут в стране Нет, они не только пожар будут тушить Все, пожарники, пожарники Это ушло в прошлое Никакие пожарники Это спасатели И вторая функция Вооруженные люди Которые в случае момента Время ЧС Станут на защиту нашей Родины А для этого надо владеть оружием Каким? Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы Или мы их будем вооружать Еще и какой-то техник Думаю, да Подготовка вооружения своих сотрудников На случай ЧП Ведомство занимается уже полгода Александр Лукашенко предположил Что в мирное время Модернизируем ЧС Найдется для них соответствующая работа В Быхове задержали автолейте под градусом Со слов водителя Она отвезла детей в школу И уехала домой Инцидент произошел в четверг Около восьми утра Сотрудники ГАЭС Намилили Рено За рулем находилась 37-летняя местная жительница А свидетельствование показало 0,7 промилле алкоголя В Беларуси за подобное нарушение Грозит штраф Порядка трех тысяч рублей С лишением прав на три года Крупнейший производитель Резинотехнических и полиуретановых Изделий в стране Отмечает юбилей РТИ не перестает уделять новинками И продолжает осваивать новые рынки сбыта Об истории завода И современном этапе предприятия В репортаже Татьяна Горбач Татьяна Корчевская придерживается простого правила Нужно заниматься тем, что делает тебя счастливым Свою судьбу с Беларусь-резинотехникой Девушка связала 10 лет назад И ни разу об этом не пожалела Исследует новые материалы Испытывает готовую продукцию Участок работы ответственный Впрочем, на заводе других нет Работа замечательная Все в принципе устраивает Коллектив дружный, хороший, понимающий А в последнее время у нас еще и зарплата поднялась Нам к Новому году даже дали подарки Но так было не всегда Еще несколько лет назад РТИ переживала не лучшие времена Общий долг составлял почти 18 миллионов рублей Предприятие признали экономически несостоятельным Санация позволила отложить выплаты По основной задолженности И сосредоточиться на текущих платежах С тех пор завод ищет эффективные стратегии Для повышения показателей И стоит отметить, не безуспешно Цифры говорят сами за себя В Беларуси-резинотехника Может работать качественно Может работать прибыльно Объем выпущенной продукции У нас на 23,1 миллиона за 2021 год За 2020 это цифра 17,3 миллиона То есть рост 141 процент Выручка за 2021 год Составила 25,3 градуса За 2020 17,9 Рост 142,3 Убыток за 2020 год Был 1 миллион 829 тысяч Чистая прибыль за 2020 год 989 тысяч. Беларусь-резинотехника держит марку 70 лет. 7 февраля 1952-го был основан завод натурального каучука с численностью работников 235 человек. Спустя 18 лет здесь трудилось уже 5000 сотрудников. РТИ полностью обеспечивала нужды в резиновых деталях почти всей промышленности БССР и союзных республик. Сейчас же высококачественные изделия используют в металлургии, авиастроении, деревообработке и сельском хозяйстве. Вот так выглядит амортизатор корабельной сварной АКСС. Несмотря на морское название, он применяется не только на судах, но и в машиностроении, энергетике и станкостроении. Ассортимент более 5000 наименований. Многолетние партнеры МАС, МТЗ, БелАЗ и ГОМСельмаш. По портфелю заказов можно изучать географию. Первое место у России. На сегодняшний день доля экспорта в реализации продукции составляет порядка 10-12%. Как и для большинства промышленных предприятий, 2021-й оказался непростым. Пандемия внесла свои коррективы. В декабре экономический суд Могилевской области принял решение о продлении срока действия санации еще на 5 лет. В планах выход на новый технологический уровень и повышение конкурентоспособности продукции. Ставку делают на импортозамещение. Сегодня это предприятие ориентировано на крупнейшее конвейерное производство республики. От эффективности работы этого предприятия во многом зависит и своевременное обеспечение необходимыми комплектующими наших крупных холдингов республиканского значения. Юбиляров в этот знаковый день чествует руководство области и города. Ведь производственные успехи были бы невозможны без главного ресурса – профессионального коллектива. Сейчас здесь работают 673 человека. У большинства только одна запись в трудовой. Пришли на завод и прикипели душой. 70 лет, говорят на предприятии, тот возраст, когда есть и силы, и опыт, который дает право с уверенностью смотреть в будущее. Так что свой праздник РТИ встречает во всеоружии. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Константин Шевцов, Бобруйск, 360. Белорусская вакцина, аномальный февраль и денежный бонус. Ветераны Великой Отечественной и лица, пострадавшие от последствий войны, получат материальную помощь. Когда завершатся выплаты? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. На референдуме по Конституции избиратели впервые проголосуют с ID-картами и биометрическими паспортами. Участковая комиссия будет работать в тесном контакте с системой паспортно-визовой службы. Почтовые ящики граждан опустят приглашение. Досрочное голосование, напомним, пройдет с 22 по 26 февраля. Сам референдум состоится 27 числа. На границе Беларуси и ЕС снова растут длинные очереди из грузовиков. В пунктах пропуска стоят свыше 5000 фур. Самым загруженным стало литовское направление. Подобная картина уже фиксировалась в конце прошлого года. Тогда водители-дальнобойщики вынуждены были ждать по 6-7 дней. Начало строительство завода, где будет производиться белорусская вакцина от COVID-19. Для организации выпуска отечественного лекарства выбрана площадка Белвид Унифарм, что находится под Витебском. Это единственное в Беларуси производство, которое занимается иммунобиологическими препаратами. Ветераны Великой Отечественной и Лиса, пострадавшие от последствий войны, ежегодно будут получать материальную помощь. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрено около 11 миллионов рублей. Так поддержат 12 тысяч человек. Выплата завершится к 5 мая. Напомним, в стране 2022 объявлен годом исторической памяти. На этой неделе ожидается аномально теплая погода для февраля. Уже во вторник прогнозируется до плюс 4 градусов. Ночью местами пройдет снег, днем дождь. Утром возможен туман и гололед. На дорогах гололедится. В выходные будет прохладно. Преимущественно без осадков. Ситуация под контролем. Медики продолжают борьбу с пандемией. Омикрон, к сожалению, пока не сбавляет обороты. Поликлиники принимают белорусов 7 дней в неделю. В больницах запасы кислорода рассчитаны на 2 месяца пиковых нагрузок. Об эпид-обстановке в городе Карина Гуревич. Коронавирус не отступает. И даже больше набирает обороты. В Беларуси за сутки зарегистрировано свыше 6 тысяч случаев. В субботу зафиксирован антирекорд – 8 тысяч. Только в столице омикрон у 80% ковидных больных. Поликлиники перешли на 7-дневную рабочую неделю. Как сообщает Минздрав, такой график будет до стабилизации эпид-обстановки. Увеличилась нагрузка на амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения. Заболевание протекает в более легкой форме, нежели предыдущая волна. Увеличилась госпитализация в стационарные учреждения. Но, тем не менее, оно не столь существенно. Это примерно 30% относительно пика заболеваемости прошлой волны. Для тех, кто чувствует легкое недомогание, есть решение. Беларусам разрешено находиться дома до трех дней по согласованию с нанимателем. Школьникам же – до пяти. Что касается тяжелых случаев, в больницах запасы кислорода рассчитаны на два месяца пиковых нагрузок. Бобруйские медучреждения к всплеску заболеваемости были готовы. Увеличено количество лекарств, масок и перчаток. Помощь COVID-пациентов оказывается на 314 койках. На сегодняшний день в отделении реанимации Бобруйской центральной больницы пациенты с COVID-19 находятся только не прошедшие вакцинацию. Медики настаивают. Иммунизация – все еще самая надежная защита. Пункты в поликлиниках работают даже выходные. Используются препараты «Виросел», «Ковевак» и «Спутник Лайт». Сейчас прививают и подростков, а со следующего года начнут вакцинировать детей с пяти лет. Не менее важно соблюдать социальную дистанцию, использовать маски, перчатки и антисептики. И временно отказаться от посещения массовых мероприятий. Основной вклад в заболеваемость вносят лица трудоспособного возраста. Это от 30 до 50 лет лица работающие, которые находятся в трудовых коллективах, настораживает факт роста заболеваемости среди детей от 7 до 15 лет. За январь в мире выявили 90 миллионов случаев COVID-19. Столько же зафиксировано за предыдущие шесть месяцев. Заболеваемость коронавирусом на планете достигла максимума за всю пандемию. Только за последнюю неделю подтвердились 22 миллиона заражений. При этом, несмотря на резкий подъем распространения, смертность из-за коронавируса практически не растет. Карина Гуревич, Максим Галенко, Бобруйск, 360. Сильный духом и телом в Бобруйске провели двухдневный республиканский чемпионат по вольной и греко-римской борьбе. В училище Олимпийского резерва соревнуются представители всех областей, кроме Брестской. На ковре 43 особенных участников от 18 и выше. Бобруйск как площадка для проведения выбрана не случайно. Здесь есть школа для слабослышащих, плюс о достижениях местных спортсменов известно далеко за пределами страны. Это считается борцовский город. У нас помимо этих соревнований у нас проходят и другие чемпионаты. Поэтому люди уже наслышаны о нас, команды. И они даже сами просятся, чтобы мы взяли проведение чемпионатов под себя. Пять победителей этого турнира представят нашу страну на Дефолимпийских играх. Они пройдут в Бразилии с 1 по 15 мая. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова